Чтобы стать лицензированным гидом, нужно пахать. Знать черногорский язык. Это первое. Найти школу, которая обучает и выдает лицензии. Это была школа, значит, я жил в Которе, пошел в Которскую гимназию, потому что, ну, близко, зачем в Буду ездить, лишние, как бы, расходы, расстояния. Пять месяцев обучения с девяти до, по-моему, до двух или до трех. Шесть часов, по-моему, несколько там перерывов, и это каждый божий день, кроме воскресенья. Пять месяцев. Все на черногорском языке. Экономика, география, политология, социология, психология. Гороче, все дисциплины практически, вот, институт. Пять месяцев, каждый божий день, в субботу тоже, иногда даже мы выходили в воскресенье. Было такое, что, да, у нас несколько раз была еще практика, мы садились в автобус, и на автобусе мы катались по разным городам, ну, и, естественно, тоже все на черногорском. Преподаватели на черногорском, и они говорят, тот, кто пожил в Черногории, тот представляет, что это такое вообще. Я знал, конечно, язык, но, блин, я, конечно, не с первого раза издал. Потом сделать на старификацию своего диплома для подтверждения знания языка и высшего образования. Что у тебя высшее образование есть, что ты можешь быть специалистом, а не просто там школу закончила, и вот, ну, насколько я знаю. То есть я давал диплом, я говорю, она мне говорит, нет, диплом. Ну, как бы, может быть, и прокатило бы и свидетельство, но я не знаю. Я давал диплом на старификацию, ну, и, опять же, диплом, он пригодится для ПМЖ в дальнейшем. На старификация диплома. Тоже непростая процедура, там, перевести судебный переводчик, а потом заверить все это у нотариуса, отвезти в министерство, там, какой-то. И потом этот документ о том, что ты отдал этот документ, привезти вот в свою школу, где ты учишься. Без этой бумажки, как бы, ты не можешь начать обучение. Это первая бумажка. Вторая, нужно сдать экзамен в ЦЭТе, не здание устный, письменный и как-то в виде сочинения. Там несколько вопросов на черногорском языке, и, в принципе, бумажку выдали. Ну, с этим как бы просто, потому что там, что его, то, а, окей, что еще? Ну, пройти, естественно, успешно курсы, то есть отметиться на всех занятиях. По крайней мере, у нас так было, достаточно строго было. Через полтора месяца у нас был первый экзамен после окончания курсов. Вопросы, которые там были, нас просто поставили вообще просто в тупик из нашего потока, никто не сдал. Потому что там были вопросы, какие острова и названия островов от Черного до Средиземного моря. Кто автор и фамилии, имя, когда он родился, автор архитектуры, там, какой-то там, колизея в Риме. Потом про Америку, про Коран, про где, когда, что, чего, и кто автор, когда, в каком году его там написали. Я еще учился в 2019 году, и сказали, что в 2020 году, в 2020, по-моему, не было курсов, с 2020 для того, чтобы пойти на курс, необходимо предоставить бумажку, одну лишь бумажку, это ПМЖ. Лицезия, ну, для того, чтобы работать официально, потому что, опять же, в 2017, 2018, 2019 году я слышал о том, что иногда на туристические, правда, места Тара, каньон Тара, мощь Джорджевича, в Жабльке Черное озеро и в других туристических местах, я не говорю о побережье, побережье это было сплошь и рядом, когда, там, какая коммунальная, налоговая или какая-то инспекция ходит, и, да, лицензированный гид, он с бейджиком, и там что-то рассказывает, показывает. Гида, в принципе, экскурсовода видно сразу, что это экскурсовод, потому что какая-то группа людей, там, 3, 5, 10, 12 человек, не дай бог, вот, и он там стоит руками размахивает, что-то показывает и так дальше. Когда бейджика нету, лицензированные гиды, было так, что я слышал об этом, что они звонят, ну, типа, потому что ценник перебивают, вот, ты лицензированный, там, берешь, там, зарабатываешь, там, 30 евро, да, а они берут, там, и за 15 евро водят группу, ну, они, там, один час провели, и так в день, там, по 40 минут, причем они, там, вот, это церковь, вот, церковь стоили, и, там, то, что написано на ней, и, там, вот это все, а что-нибудь еще расскажете, пойдемте дальше, время. Ну, и, как бы, люди оставались не очень довольны, вот, лицензия нужна для того, чтобы работать официально, ну, и не попасться на удочку налоговых инспекторов.